Здравствуйте, дорогие друзья! Очередное заседание клуба орхоголиков в Питтсбурге. И это заседание у нас было праздничным. Народ принес не только их цветущие орхидеи похвастаться, но и полюбопытствовать, что цветет у других. Продавались уцененные для членов клуба Пуансет из нашего ботанического сада фаленопсисы без названия, в которых меня всегда удивляет цена. Они здесь не дешевые, и если в садовом центре, то 20-25 долларов. И эти стоят столько же, от которых отказывается ботанический сад, по причине их избытка там. За такую сумму я могу купить сортовой, видовой или природный, пусть он и маленький. Также руководство нашего клуба решило поздравить членов. Здесь на столе выставлены растения, которые каждый может взять себе. Но, наверное, выбирать будем по старшинству. Кто состоит в клубе дольше, тот и выбирает первый. И так по очереди. Супер! Также по очереди народ брал слово и рассказывал о тех растениях, которые он принес. Это Тим. Пришел практически в новогоднем костюме, рассказывал про хабинарии, которыми занимается долгое время. Написал несколько статей в различные научные орхидейные журналы и выводит, регистрирует свои собственные гибриды. Я потом подойду к растениям и мы рассмотрим их поближе. Вот здесь он показывает дендробиум и говорит. Видите, у меня и другие орхидеи цветут, не только хабинарии и булбофилумы. Больше того, сколько знает Тим об орхидеях, в нашем клубе, наверное, не знает никто. И он определенно непревзойденный король булбофилумов. Человек больной ими и к тому же заразный, откуда и у меня тоже заболевания. Вот его дендробиум парсениум. И, как всегда, это какие-то редкие орхидеи, которые не встретишь в каждой коллекции. Этот из лесов Борнео. Мне он понравился за то, что цветы у него довольно крупные по сравнению с растением. Эта его хабинария выглядит просто как кустарник. И это тонкое искусство научиться выращивать хабинарии. Когда они, как катаситумы, вспадают в спячку, их перестаешь поливать. И так как они земляные орхидеи, то они размножаются клубеньками. Эти клубеньки спят в земле до весны и только потом прорастают снова. Эта хабинария называется «Энджел Бон» или «Кость ангела». Боже мой, ну и название он придумал. Этот гибрид он вывел и зарегистрировал еще 15 лет назад. Но если по-русски правильно сказать, то я бы его назвала «Белая кость». Следующим выступал Дэвид. И он принес свою котлею «Лоди Джези Ай» – ароматную уроженку Бразилии или Аргентины. Откуда-то оттуда. Очень популярная двухлистная котлея у многих в коллекции. Что у нее интересно, помимо ее аромата, это ее губа, которая похожа на колокольчик с рюшечками. Диметрия – вице-президент нашего клуба. Она принесла три орхидеи или четыре. Рассказывает про свою аскоценду, дендробиум и еще один дендробиум. Сейчас я подойду поближе и покажу вам. Вот этот дендробиум называется «Мини пинг» – миниатюрный розовый. У меня есть миниатюрный фиолетовый, и что-то он у меня непродолжительно свел в этом году. Я по нему готовлю отдельное видео, потому что на него напали щитовки, и расскажу, как я с ними боролась и победила. Моим оружием было средство, которое я приготовила из подручных средств, очень популярное в нашем клубе. Но об этом будет отдельный разговор. Очень популярный дендробиум во многих коллекциях называется «Дендробиум precious pearls» – драгоценные жемчужины. Это из той серии, когда у дендробиума волосистые такие стебли, и ему не нужен зимний отдых. Он очень похож по уходу и цветению на мой дендробиум токахаши, но там меньше оранжевого. Уже не первый раз я вам показываю аскоценду Димитрии. Она потеряла название от нее. Либо это аскоценда, либо это гибрид аскоценды и неофинитии. У меня есть похожее растение, и там гибрид неофинитии на аскоценду посажен в такую длинную корзиночку. Сейчас он набирает цвет, я вам тоже его скоро покажу. Этот цветет у нее три, а то и четыре раза в год. Посмотрите, сколько цветоносов, симпатичные растения. Так как наше заседание было предрождественское, а в Америке цвет Рождества – это красный и зеленый, то и народ, соответственно, был одет. Керол даже сделала дисплей из орхидеи и поставила горшочки в такой барабан. Мое внимание привлек ее фрагмопидием, который является гибридом с природным фрагмопидием Манзурияй, открытым совсем недавно, в 2008 году, Дэвидом Манзуром в Колумбии. И уже из него выводят гибриды. Сначала думали, что это либо Фишериай или Шлимиай, уж очень на него он похож. Но потом сделали хромосомный анализ и выяснилось, что это никем еще не опознанная орхидея. И этому фрагу было присвоено имя в честь его открывателя Дэвида Манзура, который продолжает его скрещивать с другими фрагами там у себя в Колумбии. И, оказывается, эти фраги цветут уже через 18 месяцев после фласки. Я не успела записать выступления многих наших участников группы, но вот эта дама, которая выращивает котлеи, принесла миниатюрную котлею. Называется Little Fortune, что в переводе означает «маленькая удача». И растение действительно маленькое и компактное для любителей выращивать миниатюрки или для тех, у кого мало места. Именно по этой причине я все больше и больше обращаю внимание на миниатюрные. Ну, а это я взяла слово. В декабре у меня цвели вот эти два ансидиума. Один – лимонные капли, другой – лимонное сердце. И вот оно, это лимонное сердце. По цветению вышло победителем по сравнению с лимонными каплями. До сих пор цветет. Ну, естественно, я принесла свой Дендробиум Нобили и свою Ванду. Получила много комплиментов, какие крупные цветы в полном раскрытии у Робертс Дилайт. И, естественно, рассказывала свою грустную историю о том, как она у меня упала, и как отломался цветонос, и как бутоны прыгали по полу теплицы, издавая звук, который разрывал мое сердце. Но народ у нас сочувствующий. Я принимала соболезнования. И в целом мою Ванду одобрили и сказали, что прогресс налицо. Теперь у нее два цветоноса, а не один, как в прошлом году. Ну, это снова мой безымянный Нобили поближе. И ансидиум лимонной капли, который процвел только три недели. Чем и проиграл лимонному сердцу, который цветет уже пятую неделю. И моя Ванда, которая приехала вот в этом корыте, в котором она и поливается через день. Теперь поближе еще растения. Я даже не знаю, кто их принес. Вот это маздивали для вас, любители и любительницы маздивали. Это том Нассар. Очень крупные цветы, но очень крупные. Я еще не поняла своего личного отношения к этому типу. Орхидеи у меня есть одна, пока не цвела. Но это мне очень понравилось за ее крупные цветы. Не люблю орхидеи с мелкими, но твинклы не считаются. А если честно, вот это растение, посмотрите, какой он огромный. Этот называется China Dragon или китайский дракон. Но огромная туфелька, огромная. И посмотрите, как у него закручены лепестки слегка. А краска. И цветы он выпускает один за другим. Может цвести несколько месяцев. Мой маленький фраг дома цветет уже пять месяцев. Один цветок за другим. Этот гибрид Grandia na Bissei. Еще один красивый фрагмопедиум кто-то принес. Вот этот называется Cardinal или Cardinal. Это гибрид Шлимиая на Сидениай. У меня есть оба его родители. Но посмотрите, какая здесь округлая, упругая туфелька цвета розы. Взрослые растения. Вон сколько много у него розеток. Представьте себе картину, когда несколько розеток цветут одновременно. И ухаживать за ними одна легкота. Поставил блюдце с водой, как я делаю. Прекрасно растут. Кардинал может свисти два раза в год. И просто вызывающее, ароматный, да неприличие красивый зигопиталум. Вот этот называется Everspring. Или Вечно весенний, как я переведу. И что-то там у него еще в имени есть. Но я вижу, что этот с наградами от Ассоциации Орхидеистов. Вот что мне нравится. О них только Рост выпустил. А тут уже и цветоносы. А уж потом будет себе бульбу наливать. Красивые крупные цветы. Кто-то привез вот этот красивый огромный дендробиум. Очень высокий и с пышным цветением. И цветонос еще до конца не раскрытый. И он стоит в горшке, как бы для поддержки, в двойном горшке. И называется Aridang Blue Angel. Я люблю дендробиумы. И особенно я неравнодушна к дендробиуму с цветами, которые, как я говорю, светятся изнутри. Вот просто с подсветкой. И этот один из них. В нашем ботаническом саду есть похожий дендробиум. Называется Соня. Но там Соня малиновая. А эта котлея очень известная. Называется Nancy Off. Вот это крупная котлея с высокими псевдобульбами. Ну, отсюда и крупные цветы. Гибрид, выведенный давно мистером Уалдером. Сейчас его внук продолжает традиции в штате Нью-Джерси. А этот гибрид называется Royce Magic. Один из ее родителей – это Burana Beauty, который цветет с таким пышным кустиком. Много-много цветов на цветоносе. Может быть, не таких и крупных, но в таком букете они смотрятся волшебно. Второй родитель, по-моему, Tokyo Magic. Ну, так как заседание у нас было праздничным, предновогодним, каждый принес какое-то блюдо, какие-то вкусности, был накрыт стол, и можно было подходить, набирать себе еды и слушать лекцию Дэвида Миллера о террариумах, как выращивать орхидеи в аквариумах, в стекле, как особенно удобно это для Булбофилумов или для Маздевали, или для других растений, которым требуется высокая влажность, и что поливать, можно только два раза в месяц. Оно, конечно, хорошо, но может быть для мелких растений. Большому растению нужен большой аквариум. Я этим не прониклась, не мой это размер. Мне подавай зимний сад. Хочу санрум, а не аквариум. Хочу целую стеклянную комнату, пристроенную к моему дому. Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Спасибо, друзья, что посидали со мной. Желаю всем здоровья и исполнения, но самых заветных желаний в этом году. Пока-пока.